24 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации, которая призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Вот уже более 200 лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее, начиная с самой первой вакцины от ОСПы и заканчивая новейшими вакцинами, которые используются для предупреждения тяжелых случаев заболевания COVID-19. Вакцины защищают каждого из нас отдельно и позволяют создавать коллективный иммунитет против каких-либо заболеваний. Тема Европейской недели иммунизации 2022 года – долгая жизнь для всех. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения с 24 по 30 апреля в Таджикистане, наряду с другими странами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения пройдет 17 раунд Европейской недели иммунизации. «Нам удалось добиться очень многого за последние несколько десятилетий. Ускорился прогресс в борьбе со многими заболеваниями. Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных мер по сохранению жизни и здоровья людей из всех существующих. Она позволит предотвратить миллионы случаев смерти от инфекционных болезней в мире. Ежегодно иммунизация может предотвратить около 2-3 миллионов смертей. Например, вакцину против кори используют с 1960-х годов. С 2000 по 2013 годы вакцинация от кори предотвратила более 15,5 миллионов смертей по всему миру. Это важное мероприятие системы здравоохранения проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2006 года». В рамках Европейской недели иммунизации проводятся различные просветительские мероприятия, организуется вакцинация детей. Всемирное сотрудничество позволяет ускорить темпы иммунизации населения и охватить максимальное количество людей и регионов. Тем более, это актуально в рамках борьбы с COVID-19. Отметим, что на сегодняшний день первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 93% граждан Таджикистана. Вторую дозу вакцины в стране получили почти 90%, третью – 32%. Важно отметить, что вакцинация населения позволила добиться хороших результатов в борьбе с COVID-19 в нашей стране. Зумрат Вайзиева, Рану Азизи, Новости.